Первый-первый. Я девятая. Как слышишь меня? Как слышишь? Девятый-девятый. Я первая. Перехожу на прием. Речь идет о том, что прямо сейчас, первая суббота сентября, то есть девятого месяца, и девятый тур Мэлбет первой лиги российской по футболу. И он дает стартовый свисток, и встреча началась. Евгений Болотов, 57-й номер, запустил игру. Ионов остался у главного флажка. Нет, нет, там другая была подача на Бигфалви. Бигфалви точно в голову попадают. То вот сегодня, вот сегодня, все-таки команда, которая играла в премьер-лиге больше 10 лет, команда, которая два раза была в финале Кубка России, команда, которая тем временем все-таки создает момент. И вот это уже момент голевой, момент стопроцентный. Нет, он отдает передачу Бигфалви. Бигфалви идет дальше, стягивает всех на себя и ищет фол. Не находит, находит Ионова. Ионов Маргасова. Маргасов подает. Бигфалви тоже явно здесь готов был этим мячом поживиться. Но опережает его Андрей Семенов. Выбивает на угловой, но выбивает уже с линии вратарской. И, соответственно, это момент опасный. И этот стандарт сейчас Уралу можно как-то и задействовать. Отвечает он за угловые Урала в этом сезоне. И ответственно довольно-таки опять офсайд. Опять офсайд. Это не удар в створ ворот. Это не спасение Чигрова. Не будет эта защита на ни в той, ни в другой статистике. Перевод на левый фланг. Где Юрий Железнов? Железнов у Пигфалви показывает. Где? Вот! Вот исторический момент, ребят. Фиксируем. Первый удар в створ ворот. В сегодняшнем матче вообще и такой хороший хлесткий. И первый случай, когда вратарь серьезно вступил в игру. А значит, больше возможностей для контратака. Это очень непростительно. И опять Железнов был близок к тому, чтобы поразить ворота. Снова издали примерно с той же точки. Только на этот раз в другой угол с подкруткой. Головой могут сыграть и Пигфалви, и Мамин, и Бегич. Передача как раз на Пигфалви. И Эрик в створ ворот уже пробил примерно с линии 11-метровой отметки. Не слишком сильно. Чигров на месте. Берет намертво. Так. Кухарчук тем временем зарабатывает нарушение. Но можно играть. Морозов штрафной Урала. И Морозов забивает. Нет вне игры. Смотрят игроки Урала на бокового судью. А тот флажок не поднимает. И вот сработала. Сработала замена Дениса Бояринцева. Владислав Морозов выходит один на один. И открывает счет. Радость на скамейке ротора. Радость в секторе для болельщиков. Но все-таки преждевременно, преждевременно Урал умеет вытаскивать концовки Уралу. Урал, правда, всего второй раз в этом сезоне в Екатеринбурге оказывается в положении отыгрывающихся. Более того, во втором тайме они так часто пропускают. Железнов с этого фланга выполняет. Подача. Бигфалви. Чигров. Чигров на самой линии. Вот это уже действительно выручил. Вот это потащил голкипер ротора. Арапов длинным пасом отправляет партнеров вперед, чтобы все-таки не состоялся этот успех. Морозов перехватывает, но недостаточно. Бигфалви. Момент, момент, момент. Момент, момент. Гол. Гол. Урал все-таки сравнивает счет. И Дмитрий Арапов все-таки стал зачинителем голевой атаки. Тем временем гораздо более принципиальные события у нас происходят в долине штрафной. Сильвий Бегич за излишнюю эмоциональность изгоняется с поля. Но Секулич, Секулич все-таки становится во втором подряд матче спасителем Урала. И один-один, один-один все-таки в компенсированное время забивают хозяева. Уже шесть добавленных минут прошли. И не дает даже это касание ему совершить Карпов. И как от изнеможения валятся просто игроки и Урала, и ротора на газон. Для вас работал комментатор Борис Аболин. Выбирайте правильный путь к победе. И да не оставит вас удача. Счастливо.